Привет, народ! Сегодня будет очередное видео из серии Ощумелые ручки. У меня на столе такой металлический красный чемоданчик. Но на самом деле это газовая плита. Вот так вот она ставится. Здесь два баллона находятся литровых. Это все хозяйство не открывалось полгода. Она на море последний раз открывалась. Печка эта. Вот так вот она ставится. Наверное, лучше на сейф поставить мобильник. Сейчас так и сделаю. Да, так будет намного лучше видно. То есть, в чем в чем же ручки-то все-таки очумелые проявляются. Как бы стандартная плита. Есть стандартный баллон литровый, который вот так вот накручивается. сюда у нас есть в комплекте с плитой шел переходничок, который вот так вот сюда ставится. Баллон ставится вот так вот, закрепляется. Видно, не видно, наверное, нет. Вот так вот ставится баллон, вставляется сюда. И вуаля, плита греет. То есть, можно регулировать. очень классная на самом деле плита. Привет. Привет. Сласик, не чуешься мы на часик машинку рядом за твоей? Да, без проблем. Братильник. Корейца поставит своего... Что за корейец? Ассоу. Ааа. Увидел. Ясно, да. То как бы вся загвоздка в чем, что я беру свою плиту товарищ, с которым мы ездим на море, берет свою плиту и иногда этого нам не хватает. Приходится ездить, искать заправочную газовую станцию или машину ждать, искать и заправляться. То у него баллон такой стационарный, плита намного меньше такая, но баллон такой пятилитровый бутылек. Как бы и два моих, ну как бы нам иногда хватает, иногда не хватает. То есть, если я допустим решу поехать сам, товарища не получится поехать, то что тогда? Я взял обычный огнетушитель. бутылек. Вот так хорошо было видно. Вот так вот даже. Обычно огнетушитель взял. Вот так он ближе будет. И взял к этому огнетушителю, сделал переходничок просто под кран, который здесь на углекислотном огнетушителе. Огнетушитель на пять литров. и поставил переходничок. Сделал переходник под газовый баллон. Точно такой же выход имеет обычный газовый баллон. Вот крышка с газового баллона. То есть, здесь левая резьба. Абсолютно без проблем этот баллон заправляют на газовой станции. Сверху у меня резьба под газовый баллон. И внутри я сделал резьбу вот под этот переходничок по своей печке. Что я делаю? Я накручиваю сюда переходничок и он у меня четко становится вот в таком положении. Теперь мы одеваем нашу резиночку. Баллончик вешается на край стола. Ставится печка. Опа! открываем баллончик. Открываем баллончик. Хорошо запрутил. баллончик. Просто заправлял где-то месяц назад его, чтобы проверить насколько хорошо держит баллон. Открываем баллон, открываем газ. Все. Все работает. Здесь у нас Вот я зажигалочкой проверяю, все нормально. то есть вот так вот в принципе и работает. Теперь у меня с собой 7 литров газа и даже на семью из на две семьи из 8 человек этого в принципе как бы должно хватить. Ну плюс 5 литров берет всегда с собой товарищ. Поэтому получается, что у нас теперь 12 литров газа. Нам автономно в принципе можно жить абсолютно без проблем. Вот такая получилась чудо-печка. Баллончик у нас не травит абсолютно. Сейчас проверим. То есть без проблем. Кран держит. Вообще-то так проверять нельзя. лучше проверять мыльной пеной намылить. Ну так как дедушка мой работал газовщиком и всегда проверял так, то мне можно. А вообще это против всех правил по технике безопасности. Так что вот как-то так вот на море мы теперь будем готовить кушку. Печечка интересная такая еще с ардеповских времен. досталась мне по наследству от деда. Вот так это выглядит в сложенном виде. на заправках переходников таких нет, пришлось переходник сделать обычный под обычный полуоборотный кран и на заправках можно заправлять эти баллоны без проблем. На любой газовой заправке переходник обычно на 15 у них есть. Тут у меня всякие резиночки, макжеты на всякий случай. Ну вдруг что потеряется из этого. Зажигалка кстати, да, тоже нужная вещь. без нее никак. И вот так это все здесь или сюда или сюда в общем как-то так это все здесь у меня и лежит. Если это все собрано, то довольно компактно закрывается, в машине не мешает, не гремит. Вот эти подставочные проволочки защелкиваются за два выступа таких как бы, то все она не открывается. Абсолютно без проблем, ничего там в принципе не гремит. все надежно. Плюс баллоны можно ехать на море. Так что так вот баллончик обычный тогнетушитель. Очень толстая стена у него. То в принципе здесь даже по звуку понятно что. здесь толщина стенок наверное как минимум миллиметров пять. И на самом верху на горловине вот эта резьба она идет конусная. То есть она вот так вот заходит и зажимается до упора. Латун на кранике стоит. Сам кран из латуни поэтому он просто без всяких фиксаторов резьбы без ничего просто зажимается до конца и все. Ну в принципе в принципе наверное на этом и все.